Ваши просмотры сейчас на уровне UFC 229. Это можно назвать неким возвращением. Это будет бомба. Еще один рекорд. Больше миллиона Pay Per View. А билеты еще есть? Смотри. Во-первых, я скажу. Сначала мы с парнями думали, что этот ивент соберет, наверное, 9,5 миллионов долларов. А потом все раскупили. И мы поняли, что уходим за 10 миллионов. 10,2. 10,4. 10,6. А сейчас почти 11 миллионов. Мы не успеваем печатать билеты. Люди сейчас покупают даже стоячие места. И места в коридорах, чтобы просто смотреть бой вместе со всеми. Это жестко. Всем привет. Вы смотрите Труджим, и с вами Свежинцев Роман. Перевел для вас слова Конора Макгрегора и Дональда Сироны после их финальной битвы взглядов. Оба бойца уверены в своей победе. И судя по их словам, почти в каждом интервью нацелены на рубку в стойке. Поэтому будем надеяться, что бой реально получится крутым. И да, если вы хотите поставить на Конора или Ковбоя, но боитесь проиграть свои деньги, Винлайн дарит вам тысячу рублей. Все ссылки в закрепленном комментарии. Фрибет работает только в мобильном приложении, и его можно поставить на любое спортивное событие. А теперь слово бойцам и ждем их поединок. Приятного просмотра, друзья. Твой тренер сказал, что когда у тебя нет проблем с деньгами, ты повеселишься один год и вернешься к тому, что любил. А для тебя это бои. Да, так и есть. Так и есть, со мной так и было. У меня не было проблем с деньгами так же, как нет и сейчас. Но такое со мной было. Ты всегда вернешься к любимому делу. А эту игру я люблю. Энергетика зрителей меня сильно заводит. И я рад своему возвращению. Не так давно те, кто еще дерутся в любителях, говорили, что больше всего ждут твоего реванша с Хабибом. А, да-да-да, люди жаждут увидеть, когда я буду соревноваться. И я жажду этого сам. Я пришел показывать шоу. Пришел показывать магию. Люди это знают, и они этого ждут. И я жажду дать людям то, чего они хотят. Конор что-то увидел в глазах ковбоя. Он показался мне усталым. Наверное, это из-за весогонки. Мне кажется, весогонка далась ему тяжеловато. По правде говоря, хоть он и выглядит готовым. А я свеж и готов к тому, чтобы выйти и забрать этот бой. Конор, каково было снова оказаться на глазах у людей? Очень хорошо. Зрители меня всегда мотивируют. Я думаю, именно так все и должно быть. Но все-таки я этому крайне рад. Конор, как ты думаешь, ковбой будет драться в стойке? Да, это значение не имеет. Это смешанные единоборства. Я топовый спортсмен этой дисциплины. Конор, как на тебя давит важность победы в этом бою, в отличие от предыдущих? Это бои, и мы всегда хотим победы. Но в этом случае, все как и в предыдущих. Для меня это привычное ощущение. И к этому бою я готов полностью. Я в себе уверен. Многие бойцы делятся рекордами по силе удара. Назови свой. А, я эту фигню сломал. Этот силомер больше не работает. Я так ударил, что он сломался. И даже побил рекорд Нгану. Правда? Да. А у тебя есть запись этого удара? Это было довольно давно, и на этой подготовке я не бил. Но это потому, что я ее сломал. Спасибо, ребята. Увидимся завтра. Ковбой, как сегодня прошла битва взглядов? Это было тяжелее, чем на взвешивании вчера. Да нет, все было точно так же. Энергетика безумная. Все наэлектризовано. И я не удивлен, что это шоу так продается. Это помещение было в шесть раз меньше, чем то, на котором вы будете выступать. Какая же энергетика будет завтра? Я сам в ожидании. Будет невообразимо. Будет невероятно. Как прошла висогонка? Без каких-либо затруднений? Я согнал всего 700 грамм. Это было как два пальца. Я уже готов в бой. Когда вы пожали друг другу руки, вы сказали «до встречи»? Да, само собой. Ведь мы встретимся уже завтра. До этого у нас была пара дней. А теперь да, мы сказали «увидимся завтра». Это только бизнес. Так и есть. Конор, ой, ковбой. Как думаешь, Конор списал тебя со счетов? Ну, ты, может быть, и списал. Я не знаю, и мне плевать. Я знаю, на кого ставить, и это я. Что думаете вы мне плевать? Своё дело я знаю. Как ты проводил время отдыха со своей командой? Чего? Как проводил отдых во время подготовки? Чаще всего проводил время с сыном, и у нас было дофига прикольных историй. Путь был долгий. И я готов. Не могу дождаться боя. А когда твой сын находится рядом во время боёв, это тебя немного приземляет и успокаивает? Нет, когда мой сын рядом, всё наоборот. Я готов убить любого. И забрать своё. То есть, когда сын рядом, всё наоборот. Ты прикалываешься? Блин, пожалуйста. Прекращай. А ты попробуй что-то сделать, когда мой сын рядом. И ты увидишь. Ведь это мой пацан. Так что, да. Мне кажется, ты прав. Ведь таким образом семья бойца практически принимает участие в бою. Да блин, так и есть. Я для них альфа-самец. И за сына я убью. Будь он рядом или его не будет, я всё равно сделаю свою работу ради него. На протяжении всей этой недели вы меня задолбали с шуточками про ковбоя. Я свою работу сделаю, выйду и убью Конора. Списали меня со счетов, держите. Вот и всё.